здравствуйте сегодня мы будем с вами менять поршневую на вот таком он бед за буре фирмы чемпион вот провели мы диагностику посмотрели поршневая уже не в порядке имеются тепловые задиры скорее всего данными забор был перегрет разбираем снимаем пластик я уже открутил все болты чтобы нам попроще с вами было и побыстрее разобрать его пластиковый кожух снимаем тоже под открутил глушитель вот смотрим с вами внутрь выхлопного отверстия и видим что там очень серьезные тепловые задиры имеются необратимые то есть такими задирами работать данный инструмент уже не сможет откручиваем поршневую она держится на четырех болтах у нас шестигранник на 4 сейчас скроем еще посмотрим что там у нас внутри я покажу поближе тепловой задир немножко расскажу про него открутили 4 теперь надо будет нам скинуть шланги топливные это у нас обратка и скидываем также шланг основной подачи черный он идет застрел как-то у нас да сейчас я его подцеплю чтобы мне было поудобнее вот так вот чтобы видно нам все вот теперь мы будем снимаем наверх откручиваем карбюратор он тоже у нас держится на болтах шестигранником на 4 открутить надо бы скручиваем его прокладочка у нас хорошие поставим и я один назад шланги чтобы у нас бензин не тек со шланчиков когда мы будем его крутить вот теперь покажу вам задир поршня видите какие серьезные повреждения кольца соответственно залегли очень глубокие такие вот как царапины конечно же такой поршень уже работать не будет нам надо его снять для этого мы берем освобождаем его от стопорных колец отсюда железные эти штуки нам мешают немножечко да теперь берем вот такую вот отверточку или любую чтобы у нас выбить палец палец потому что уже так как инструмент работал палец имеет определенный нагар и может выходить довольно тяжеловато может даже придется выбивать ну да на видим инструмент нормально выходит вот поближе посмотрим задиры видите какие серьезные повреждения соответственно такой поршень уже работать не будет теперь поговорим о том почему это произошло инструменты видно что относительно свежий работал немного скорее всего человек просто либо неправильно обкатал вот перегрел на начальном этапе либо просто чрезмерно усиленно работал либо недостаток масла неправильно разводили масло вот это тепловой задир это не механический только по причине перегрева может он получится так смотрим сразу коленвал коленвал у нас как я уже говорю в каком-то видео повторюсь должен быть 1 1 цвета если здесь есть темные какие-то вот потемнение то уже все коленвал ухана здесь как мы видим все хорошее коленвал у нас одного золотого такого цвета прокладка там тоже хорошая посмотрел подшипничек у нас целый вот берем новую поршневую кстати на бензобур данной вот такой вот модели подойдет поршневая группа 52 косы вот мы ее сейчас и ставим кстати вот комплект у нас идет цилиндр поршень два кольца два стопорных кольца и пальчик вот сейчас мы с вами соберем поршень для этого мы немножко вот для этого мы оденем на него кольца я для того чтобы одеть кольцо не использую никаких приспособлений одеваю просто пальцами вот кольца надо одевать вот так с этими вот выемками наверх ставим поршень берем кольцо немного его расширяем большими пальцами и туда пропускаем сильно не расширяйте может сломаться лишь бы она только оделась вот две секунды делов теперь берем наш подшипничек а не давайте про пальчик распакуем распакуем наш пальчик наденем одно стопорное кольцо которое у нас будет с той стороны вот для этого мы должны разобраться как же у нас одевается поршень здесь имеется стрелочка стрелочка у нас указывает направление выхлопа соответственно поршень будем одевать одевать вот так обратно со стороны выхлоп с этой стороны соответственно значит вот сюда мы сейчас вставляем стопорное кольцо я их кручиваю вот такими круглогубцами стопорные колечки чуть-чуть не докрутил сейчас мы его докрутим кольцо должно обязательно следить чтобы села четко в паз иначе очень большая вероятность того что кольцо вылетит и новая поршневая мгновенно задерется это уже будет только не механической не тепловое механическими на задир так теперь нам надо одеть поршень надеваем подшипник вставляем его туда чуть-чуть туда его поддавили и берем 2 стопорное кольцо туда его вкручиваем кольца старайтесь использовать новые старые кольца лучше конечно не использовать которые вы сняли обязательно проверяйте четко ли оно село потому что немножечко не доглядите в этом моменте и все вся ваша работа на смарку прокладка здесь хорошая я вам покажу нигде не имеет никаких повреждений поэтому мы ее оставим не будем мы ее снимать чтобы было лучше видно кольца вот так у нас они идут и теперь цилиндр цилиндр соответственно надевать теплоизолятором вот этим вот разъемом с дырочкой к карбюратору а глушитель соответственно в обратную сторону давайте может быть сразу еще теплоизолятор поставим это уже не имеет значения сейчас вы его поставите или потом я просто думаю может так нам будет поудобнее за одну прокладку там посмотрим повнимательнее мы видим прокладка хороший теплоизолятор тоже еще отличный сейчас мы попробуем снять аккуратненько у нас чуть-чуть под присохла надо работать ножом сейчас я возьму канцелярский нож мы ее снимем так берем ножичек чуть-чуть чуть-чуть ее поддеваем со старой чтобы нам ее аккуратненько срезать вот все проходочка наша готова мы ее сейчас даже сразу давайте сюда поставим так вот и теплоизолятор тоже ставим нажимаем болтики чуть-чуть 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 и подтягиваем вот с теплоизолятором поаккуратнее подтягивайте потому что может лопнуть вот такие вещи пластиковые довольно слабые они поэтому сильно его но надо подтянуть прилично иначе над вибрацией раскрутиться падет подсос воздуха и ваш триммер опять будет либо плохо работали бы вообще перестанет работать все я подтяну здесь у нас прокладка как я показывал уже хорошая и теперь мы приступаем к сборке надеваем поршневую на поршень кстати я не использую никаких опять же приспособлений для одевания одеваю просто руками все время у меня пока одевалась нормально я вообще за всю свою историю по моему еще не сломал ни одного кольца но вы как бы без опыта поэтому поаккуратней сильно не не спешите главное в этой неделе не спешите и все так чуть-чуть я не спешите не спешите и все не спешите и все не спешите кстати хочу сказать сразу вам по поводу поршневых новых а именно сейчас мы поменяли поршневую надо проходить обкатку обязательно как будто вы приобрели новый инструмент иначе вы задерете поршневую новую обкатку там будет дополнительное видео мне про обкатку но здесь скажу просто что надо не перегреть задача ваша не перегреть и на холостом ходу тоже не не гонять поэтому берем сразу работаем но работаем в ограниченных временных таких промежутках и ограниченной нагрузки подтягиваем поршневую нас крест-накрест днем тянем аккуратно чтобы не чтобы не сорвать ее нормально берем прокладочку нашу ставим берем наш корпус фильтра смотрим чтобы у нас заслонка у нас идет со стороны стартера поэтому мы вот таким вот образом ее будем ставить и проверяем лучше даже вытянем и оденем ее сюда прокладочку вот так а теперь мы ее прикрутим уже сюда то же самое подтягиваем но не усердствуем иначе мы теплоизолятор вытянем гайки теплоизолятора подтянули достаточно фильтр я пока не буду одевать воздушный теперь мы его перевернем оденем глушитель глушитель у нас вот сразу здесь прокладка одета немножечко наживуливаем вот и сейчас я возьму ключик здесь ключ у нас будет квадрат шестигранник на пять вот так мы теперь ключиком сразу сильно тоже не закручиваю потому что нам надо вот этот вот прикрутить который нам держит снизу даже я чуть-чуть порщил чуть ослаблю шатался вот и теперь вот возьму вот этот вот маленький болтик отверточкой на его закрутим сразу подтянем хорошо вот и закручиваем уже глушитель так достаточно глушитель у нас одет теперь мы надеваем пластик пластиковую корпус защиты накинули закручиваем винты которые держат защиту и держат нам стартер здесь у нас на 4 шестигранник пластик подтягиваем второй закрутили так теперь мы выкручиваем старую свечку вообще конечно ее можно было выкрутить сразу но еще до ремонта ну я забыл это сделать теперь я выкрутил вот она смотрим свечу свеча в принципе еще в нормальном состоянии вкручиваем вкручиваем свечечку надеваем наш колпачок свечи здесь у меня был спереди еще один который нам держит пластиковый кожух я его сейчас тоже прикручу очень он конечно неудобно тут у нас сидит ну что поделать сейчас все равно закрутим так и подкручиваем крючком на восемь все у нас будет в порядке сейчас оденем еще мы фильтр воздушный и как обычно пойдем заведем послушаем наш инструмент отремонтированный что он нам покажет проверим и все и отдадим клиенту при этом не забыв обязательно рассказать про обкатку нового инструмента надо нам обязательно его обкатать и ввести в работу так фильтр мы сейчас оденем шланги я одел уже теперь мы ставим фильтр вот и одеваем корпус корпус фильтра одеваем все подтянули закрутили и готово поршневая наша поменена инструмент пойдем сейчас проверять потарахтим немножко и будем звонить клиенту подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт looktool.ru много действительно много полезной информации которая поможет вам выбрать инструмент и отремонтировать инструмент всем удачи пока вот он наш бензобур дорогие друзья мы поменяли поршневую собрали его и сейчас проведем пробный запуск послушаем его как он работает и и и и и инструмент работает как новый подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт всем удачи пока и и и и и и